Дракулы 3 Подготовка к игре выглядит следующим образом. В центре стола мы раскладываем игровую карту и в ее правом углу вы можете заметить две шкалы. Первая шкала это шкала влияния. Специальным жетоном отмечаем на ней деление 0. Данная шкала показывает насколько велико влияние нашего Дракулы. Вторая шкала это шкала времени. Специальным жетоном в виде часов отмечаем на ней день понедельника. Далее необходимо распределить роли. Один игрок возьмет на себя роль Дракулы, остальные игроки возьмут на себя роли Охотников. Всего в игре может участвовать до 5 человек, 1 Дракула и 4 Охотника. Однако если за игровым столом собралось меньшее количество участников, Охотников в игре все равно будет 4. Потому что меньшее количество не сможет просто-напросто вычислить нашего Дракулу. Если за игровым столом собралось меньшее количество игроков, чем 5, просто они будут управлять большим количеством Охотников. Далее необходимо подготовить колоды Охотников. Для начала мы перемешиваем все карты предметов. Выглядят они вот таким образом. И располагаем данную колоду недалеко от игровой карты. Затем мы перемешиваем все карты событий. У них рубашка вот такая, однако на ней могут быть изображены два разных символа. Мы эти карты также просто перемешиваем и также располагаем недалеко от игровой карты. И осталось нам подготовить боевые карты наших Охотников. У них такая же рубашка, как и у предметов, однако их знамя имеет желтый цвет, а на предметах знамя имеет красный цвет. Данные карты мы просто сортируем по типам. Есть 4 карты Бегства, 4 карты Уклонения и 4 карты Удар. Мы их также располагаем недалеко от игровой карты. Теперь необходимо подготовить колоды нашего Дракула. У него их три. Это боевые карты. Он будет их использовать при сражении с нашими Охотниками. Далее у него есть карты Столкновений и есть карты Локаций. Боевые карты и карты Столкновений мы перемешиваем, а карты Локаций мы сортируем по порядковым номерам. Они указаны снизу слева. И карты Локаций бывают двух типов. Это водные Локации и наземные Локации. У них разная рубашка. Данные карты Дракула будет использовать при передвижении по игровой карте. Далее рассортировываем все вот это богатство по отдельным кучкам. Дракула берет себе на руку пять карт Столкновений и нужно теперь игрокам занять свои стартовые позиции. Охотники начинают игру в строго определенных городах и они указаны в правилах. Лорд Годалбинг начинает в Констанции. Доктор Джон Сьюарт начинает в Марселе. Мина Харкер начинает в Брюсселе. А Ван Хельсинг начинает игру в Амстердаме. Где начинает игру Дракула определяет он сам. Игрок, который взял на себя роль Дракулы должен занять место за игровым столом справа от игрового поля. Потому что именно с этой его частью он и будет взаимодействовать в процессе игры. Фигурку Дракулы он размещает в специально отведенном для этого месте. И она будет находиться здесь до тех пор, пока Дракула не будет обнаружен. Другими словами, пока местоположение Дракулы неизвестно, фигурка у нас стоит в данном месте. Дальше игрок просматривает карты локаций, выбирает локацию, в которой он хотел бы начать игру. Например, мы выбрали Венецию. И размещаем данную карту рубашкой вверх на первой ячейке так называемого следа. О нем мы обязательно поговорим подробнее. Игроки, которые взяли на себя роли охотников, играют в открытую. Где они находятся, куда передвигаются, что делают. И даже то, о чем они разговаривают между собой, это информация открытая, в том числе и для Дракулы. Их задача играть как одна команда, понять, где же на игровой карте находится Дракула, найти его и уничтожить. Игрок, который взял на себя роль Дракулы, наоборот, играет в закрытую. Где он находится, что он делает и что собирается предпринять, эта информация известна лишь ему одному. И его задача довести жетон на шкале влияния до отметки 13. Если охотники нашли и уничтожили Дракулу, то они побеждают в игре. И если же Дракула смог распространить свое влияние и довести жетон до 13 деления, то он побеждает в игре. Партия в игру Ярость Дракулы состоит из серии игровых раундов, а каждый раунд разделен на две последовательные фазы. Фазу охотников и фазу Дракулы. Каждая фаза охотников, в свою очередь, поделена на день и ночь. Сначала каждый охотник выполняет одно действие днем, затем каждый охотник выполняет одно действие ночью, и лишь затем наступает черед ходить Дракулы. Игроки действуют по очереди, согласно их значению порядка хода, и этот порядок указан в левом верхнем углу на карточке персонажа. Первым у нас всегда ходит Лорд Гадалминг, а последним у нас всегда ходит Мина Харкер. И на выбор у охотников есть 7 различных действий, первое из которых это передвижение. Действие передвижения можно выполнять только днем, ночью охотники не передвигаются, это слишком опасно. И передвигаться можно тремя способами. Первый это по дороге. На карте они отмечены красными линиями, и вы можете потратить действие, чтобы по дороге переместиться из своей локации в любую соседнюю локацию. Второй способ передвигаться это с помощью железной дороги. Если у вас есть билет, то вы можете потратить его и переместиться по железной дороге на гораздо более длинное расстояние, нежели пешком по дороге. Ну и последний способ передвигаться это по морю. Если город у вас соседствует с морем, на нем есть значок порта, это белый якорь, то вы можете выйти в море. Находясь в море, охотник при передвижении может переместиться в любой морской порт, который находится в пределах данной зоны. Например, в данном случае мы можем переместиться аж в 4 морских порта. Также охотник может переместиться в соседнюю морскую зону. Границы морских зон обозначены на карте пунктирной линии. Например, совершая действие передвижения, мы можем переместиться от сюда, вот сюда. Когда охотник находится в морской зоне днем, он просто обязан совершить действие передвижения. А когда охотник находится в морской зоне ночью, он пропускает свой ход. Следующее действие, которое вы можете совершить, это купить билет, который позволит вам передвигаться по железным дорогам. Вы тратите действие и берете случайный билет из общего пула. На них может быть изображена одна цифра, а может быть две цифры. При этом эти цифры имеют разный цвет. Одна белая, другая желтая. Если вы передвигаетесь только по белой железной дороге, то вы используете белое значение вашего билета. Например, данный билет позволяет нам переместиться по железной дороге на расстояние 2. Мы можем из Марселя доехать сразу до Гавра. Если же вы передвигаетесь по желтой железной дороге или комбинируете желтые и белые железные дороги, то для определения расстояния вы используете желтую цифру. Например, данный билет позволяет мне переместиться на расстояние 2 по желтым железным дорогам. Могу из Милана доехать до Венеции. Или же я могу использовать одну желтую и одну белую железную дорогу. Например, из Милана доехать до Парижа. Следующее возможное действие наших охотников это снаряжение. Все-таки для встречи с графом Дракулы необходимо немного подготовиться и прийти на эту встречу с парочкой оружий у себя в кармане. Когда охотник находится у нас в крупном городе, города бывают двух типов. Вот так выглядит крупный город, вот так небольшой. Когда охотник выполняет действие снаряжения в крупном городе, он берет верхнюю карту из колоды предметов. И таким образом у нас появилось с вами ружье. Далее игрок берет карту из колоды событий. Если сейчас день, то игрок берет верхнюю карту. Если на ней изображен символ охотника, игрок оставляет ее себе. Если же на ней изображен символ Дракулы, эта карта сбрасывается. Если сейчас ночь, то игрок берет карту из колоды снизу. Если опять же там изображен символ охотника, игрок оставляет ее себе. Ну а если там изображен символ Дракулы, то игрок отдает эту карту Дракуле. Если карты предметов это экипировка, которая поможет вам в бою с Дракулой, то карты событий это полезные свойства или даже союзники, как для охотников, так и для Дракулы тоже. Когда вы открываете такую карту, то первое, что нужно сделать, это прочитать, когда она разыгрывается. Например, данная карта разыгрывается на рассвете, данная карта разыгрывается днем, а данная карта разыгрывается немедленно, и значит и разыграть вы ее должны немедленно. Дракула должен раскрыть все карты локаций в убежищах соседних с вашей текущей. Данная карта позволит нам узнать, а нет ли Дракулы рядом с нами. Но и у Дракулы тоже есть полезные свойства. Например, разыграйте немедленно, либо в конце фазы Дракулы положите на поле три жетона препятствий, и охотники не смогут перемещаться через данные жетоны, или же мы можем отменить эффект их перемещения по железной дороге. Также стоит знать, что у охотников есть предел руки, как для карт предметов, так и для карт событий, и этот предел указан у нас непосредственно снизу и сверху планшета игрока. Сверху у нас находятся карты предметов, снизу карты событий, по три, например, для мины Харкер, а вот Доктор Джон Сьюарт может держать аж четыре карты предмета и четыре карты событий. Далее охотники могут совершать следующие действия. Можно потратить одно действие на отдых и вылечить одну рану. Если два охотника находятся в одном городе, то можно совершить действие обмена и обменяться любым количеством предметов или билетов. Также можно совершить особое действие, например, действие с планшета игрока или действие с карты события. Некоторые карты события требуют для своего розыгрыша трату действий. Последнее из возможных действий наших охотников – это обыск. В игре может быть такая ситуация, что вы напали на след Дракулы и находитесь в той локации, которую он уже посетил, и на этой локации лежит закрытая карта столкновений. Охотники могут потратить действия, чтобы перевернуть данную карту. Позже мы еще раз об этом поговорим. И как вы видите, игра за охотников строится следующим образом. Координируя свои действия, путешествуем по карте в поисках Дракулы и его следа, при этом не забываем о снаряжении, так как борьба с Дракулой – это нелегкая борьба. После того, как каждый охотник совершил свое действие ночью, наступает очередь ходить Дракулы, и он в своей фазе делает два последовательных действия. Первое – это передвижение, а второе – это размещение карты столкновения. Дракула передвигается аналогично охотникам за парой исключений. Во-первых, он не перемещается по железнодорожным путям, потому что вампир, который едет на поезде, это выглядит как минимум странно. Во-вторых, Дракула не передвигает свою фигурку, все его перемещения отслеживаются с помощью карт-локаций. Также Дракуле в помощь есть мини-карта, это сделано удобно, а также по взгляду игрока, который у нас играет в роли Дракулы, нельзя будет вычислить локацию, на которую он смотрит. Данная область на игровой карте именуется следом, всего на нем 6 ячеек и он полностью оправдывает свое название. Здесь мы будем размещать карты локаций, по которым прошелся наш Дракула, и таким образом он оставляет за собой след, и эти карты именуются убежищами. Перед передвижением все карты на следе мы перемещаем вправо, освобождая первую ячейку. Далее смотрим на мини-карту и выбираем локацию, куда мы хотели бы переместиться. Это может быть соседняя локация, которая соединена с нашей дорогой, или же это может быть морская зона. Напомню, что мы начали игру в Венеции, и например сейчас решаем переместиться во Флоренцию. Находим в колоде локации соответствующую карту и размещаем ее на первой ячейке следа. На первой ячейке всегда находится та локация, в которой и находится наш Дракула. Далее просматриваем карты столкновений на руках, выбираем одну из них и размещаем в закрытую на той карте локации, которую мы только что выложили. В любой момент хода мы можем карты столкновений добрать вновь до пяти. Допустим, в прошлый раз мы решили передвинуться не во Флоренцию, а выйти в Адриатическое море. Карты локации морских зон имеют синюю рубашку, поэтому когда вы перемещаетесь в морскую зону, охотники сразу об этом узнают. Находим соответствующую карту и размещаем ее на первой ячейке следа. Более того, когда Дракула у нас выходит в море, он тут же получает два ранения. И если у нас Дракула из одной морской зоны перемещается в другую морскую зону, он получает одно ранение. Таким образом, перемещаться по морю опасно, потому что охотники сразу узнают о том, что Дракула находится в морской зоне, а во-вторых, Дракула получает ранение при выходе из порта в море и при перемещении из одной морской зоны в другую морскую зону. Также, когда вы размещаете на следе карту локации морской зоны, на нее не размещается карта столкновений, но зато, когда Дракула находится в морской зоне, охотники не могут его обнаружить. Давайте поговорим о картах столкновений. С помощью них Дракула, во-первых, может устраивать ловушки для наших охотников. Когда охотник входит в локацию, в которой был наш Дракула, и эта локация является его убежищем, то мы, во-первых, открываем данную локацию на следе, и охотники, во-первых, понимают, где был наш Дракула, а во-вторых, могут сориентироваться, где он находится сейчас. Например, сейчас Дракула находится всего на расстоянии одного города от Белгорода. Ну а Дракула, в свою очередь, может с помощью карты столкновений напасть на охотников из засады. Если вы решаете напасть на охотника из засады, то вы просто применяете то, что написано на карте столкновения, или же то, что написано в верхней ее части. Например, в Волке каждый охотник в этом городе получает 4 раны. Каждый охотник может раскрыть карту оружия, чтобы уменьшить количество получаемых ран на 2 за каждую раскрытую карту оружия. И вы можете также не нападать на охотника из засады и оставить карту столкновений лежать в закрытую, чтобы применить ее эффект позже. Если вы разыграли карту столкновений как нападение из засады, то карта сбрасывается. Но важность данных карт столкновений совсем в другом. Когда на вашем следе находятся уже 6 карт, и вы совершаете передвижение, вы все карты сдвигаете вправо, и вот эта крайняя правая карта с картой столкновений должна уйти с игрового поля. В данном случае вы делаете следующую локацию, вы возвращаете обратно в колоду локаций, а эту карту вы можете разыграть, и вы разыгрываете уже не верхнюю ее часть, а нижнюю, которая именуется как эффект активации. При активации карты столкновения вы выполняете то, что указано в эффекте активации, и, например, новый вампир позволяет нам поднять наше влияние до 3. Напомню, что для победы Дракуле необходимо повысить свое влияние до 13, а основной способ повышения влияния – это не борьба с охотниками, а рождение новых вампиров. И способ появления нового вампира – это активация карты столкновений. И получается, что играя за Дракулу, в идеале лучше вообще не попадаться на глаза охотникам, чтобы ваши карты столкновений с вампирами дошли до края карты и смогли активироваться. Ведь охотники, напав на ваш след, могут испортить все планы. Напомню про их действие обыск. Например, охотники вышли на след и находятся в городе Мюнхен, где у нас лежит карта столкновений, и это вампир-аристократ. Данную карту мы не можем использовать как нападение из засады, но зато если мы разыграем эффект активации, то мы поднимем свое влияние на 4. И охотники, совершая обыск, могут открыть данную карту, сбросить данного вампира и таким образом испортить все наши планы. Теряя своих вампиров из-за охотников, влияние Дракула повысить не сможет. Что происходит, когда Дракула обнаружен? Во-первых, это происходит, когда охотники входят в город, где у нас сейчас находится Дракула, или же наоборот Дракула входит в город к охотникам. Например, охотник зашел сейчас в Софию, и София это как раз первая карта на ячейке нашего следа, именно здесь Дракула и находится. Мы берем фигурку и располагаем ее в этом же городе, и таким образом местоположение нашего Дракула стало известно. Ну и конечно же мы можем разыграть карту, как нападение из засады. Ну а во-вторых, во время следующего заката или рассвета произойдет бой. Давайте обратим свой взор на шкалу времени. У нас есть дни недели, есть день и есть ночь. Напомню, что охотники в свой ход совершают одно действие днем, одно действие ночью, а потом ходит у нас Дракула, и наступает новый день, и опять охотники совершают свое действие днем, совершают свое действие ночью, и затем ходит Дракула. Когда у нас жетон времени перемещается с дня на ночь, у нас происходит закат, А когда жетон времени у нас сменяет ночь на день, происходит рассвет Когда у нас проходит вся неделя, мы вот на это место выкладываем один жетон безысходности Здесь есть напоминание И таким образом спустя три недели у нас будет здесь три жетона безысходности И у Дракулы есть особое свойство, которое называется ярость Дракулы Если на шкале времени находятся все три жетона безысходности То после того, как вы выложили на след карту городской локации, увеличьте влияние на три Таким образом у охотников есть три недели, прежде чем влияние начнет увеличиваться само по себе Вернемся к бою Если на рассвете или закате охотник находится в одном городе с Дракулой, то происходит бой Перед началом боя охотник берет по одной карте уклонение, удар и бегство И добавляет эти карты к своим картам предметов, которые находятся у него на руках Дракула же перемешивает свою боевую колоду и берет оттуда пять карт Это вся подготовка к бою, можно начинать сражение Бой происходит по следующей схеме Для начала игроки просматривают свои карты и выбирают по одной Охотник должен выбрать карту, на которой есть знамя, будь то красная, будь то желтая И выкладывает эту карту в закрытую перед собой Дракула выбирает же любую карту и также выкладывает ее в закрытую перед собой Далее игроки открывают данные карты и идет сравнение символов Если символ на знамени охотника совпадает с символом на карте Дракулы То эффект карты Дракулы отменяется, он ее переворачивает и разыгрывать ее в этом раунде боя не будет Если символ на карте охотника и на карте Дракула не совпал Например, мы разыграли когти То далее Дракула разыгрывает эффект своей карты Он разыгрывает эффект первым Действующий охотник получает две раны Затем охотник разыгрывает свою карту Однако его карту также можно отменить Например, охотник разыграл пистолет, а Дракула разыграл оцепенение Символы не совпали, значит первым свою карту разыгрывает Дракула Отмените эффект боевой карты действующего охотника Значит охотник в этот ход не будет разыгрывать свою боевую карту После применения эффектов карт Дракула оставляет свою карту на игровом столе и берет из колоды новую карту себе на руку, чтобы у него вновь было 5 боевых карт. Охотник же забирает карту со стола, только не ту, что он разыграл в этом раунде, а ту, что разыграл в предыдущем. И далее начинается новый раунд. Игроки выбирают по одной карте, далее они их сравнивают. Если символ на карте Охотника и на карте Дракула совпал, то карта Дракулы не будет разыгрываться. Если же не совпал, то Дракула разыгрывает эффект своей карты. Затем, если эффект карты Охотника не отменен, то Охотник разыгрывает эффект своей карты. Далее вновь идет обновление карты. Игроки продолжают сражаться раунд за раундом до тех пор, пока бой не кончится одним из следующих исходов. Дракула разыграл 6 карт, тогда бой у нас заканчивается. Если Дракула, разыгрывая свои карты, увеличил влияние до 13, тогда заканчивается и бой, и игра победой Дракулы. Если Охотники выиграли партию, победив Дракулу. Все Охотники, участвовавшие в бою, укушены, побеждены или сбежали из боя. А также, если сам Дракула применил эффект некоторых карт, например, обернулся летучей мышью и тоже сбежал из боя. По завершении боя, каждый Охотник, участвовавший в бою, возвращает свои боевые карты, это те, что с желтым знаменем, обратно в стопки боевых карт, а рядом с игровым полем Дракула замешивает все свои боевые карты обратно в колоду. Количество здоровья Дракулы и Охотников указаны на их планшетах. У Дракулы 15 жизней, и когда он получает 15 ранений, то он побежден, и игра заканчивается победой Охотников. У каждого Охотника есть свой показатель здоровья, и когда они получают соответствующее количество ран, они считаются побежденными, однако они не выбывают из игры, они отправляются в больницу, и позже они вновь вступят в игру. Но за каждого побежденного Охотника Дракула повышает свое влияние на два деления, плюс на одно деление за каждый жетон безысходности на шкале времени. Также в бою с Дракулой может участвовать более одного Охотника, и тогда бой происходит следующим образом. Все Охотники выбирают по одной боевой карте, но перед тем, как карты будут раскрыты, Дракула выбирает одного Охотника, с которым будет сражаться. Только этот Охотник может блокировать боевую карту Дракулы. Затем применяются эффекты боевых карт всех Охотников, участвующих в бою. Также в процессе игры Охотники могут столкнуться с вампирами, например, совершая обыск на локации, мы можем напасть на вампира, и тогда бой с ним происходит по тем же правилам, и у вампира есть свой показатель здоровья. Это были основные правила игры. Чтобы не затягивать видео, я не буду засрять внимание на тонкостях, на жетонах, на расширенных правилах игры. Надеюсь, данное видео поможет вам создать свое личное мнение о Ярости Дракулы третьей редакции. Со своей же стороны могу отметить, что это великолепная игра с механикой кошки-мышки, причем игра за Дракулу и игра за Охотников это совершенно разные как по стилю, так и по механикам игры, и, соответственно, впечатления и ощущения от них разные. О своих ощущениях я поделюсь в отдельном видео. На сегодня же всем спасибо за просмотр. Играйте в игры и всем счастливо!